Всем здорова народ, продолжаем проходить Зайчика, это у нас уже кажется пятая серия. Остановились в прошлой серии на том, что мы повздорились с одним толстым хулиганом и встретили прекрасную девочку Полину. И скорее всего хулиган ждет нас за школой, чтобы дать нам люлей, а точнее пять люлей. Но ладно, не будем о грустном, сейчас у нас как бы есть выбор, пойти с Полиной, посмотреть как она играет, а потом проводить ее домой, либо пойти с Алисой в лес и погулять с ней по лесу, я не знаю. Алиса это еще та вот странная, подозрительная баба в лисей маске, но ведь выбор очевиден, нет? Полина. За окнами вился снежок, словно плясал в такт, зазвучавший из-за подворота музыки. Я спрыгнул с подоконника и пошел по коридору с недаемым любопытством. Полчаса, что я ждал здесь, проползли улиткой, хотелось скорее видеть Полину снова. Музыка стала громче, она струнилась из приоткрытых дверей в дальнем конце коридорного тоннеля. Мои музыкальные вкусы ограничивались Литовым и Шевчуком, старыми песнями о главном, шлягерами по телевизору, Шевчук это который... ВДТ? Нет? Ладно. А также клипами, которые иногда записывали бонусом на видеокассеты для заставки перед фильмом. Но мелодия скрипки пленила меня. Она оказалась... Сейчас, секунду. Она оказалась тончайшей резьбой по дереву ценной породы, хрустальной игрушкой, дуновением теплого ветерка. Я приник к дверному косяку. Полина пряталась от меня в глубине класса, но ее тень, тень девочки со скрипкой падала на стену. И столько грации было в движении руки и смычка, что я будто поплыл на волнах музыки. Сердце словно пробило преграду грудной клетки и понеслось вскачь. Быстрее и быстрее по снежным просторам, скользя меж сосен к солнцу, пылающему над валежником. Заскучал? Блин, а может надо было пойти к Алисе? Пишите в комментарии, я здесь не шарю. Типа, хз. Но я что-то к ней решил пойти, потому что, ну, она нормальная, она хотя бы без маски лисы. Я погрузился в мысли с головой и не услышал шагов. И искупавшаяся в музыке Полина стала еще волшебнее. Да нет, нет. Я... Я о комиксе своем думал. В каком комиксе? Зачем-то я соврал. Ты комиксы рисуешь? Да, ну, то есть, планирую рисовать. Ага. Ага, дурачок. И про что твой комикс? Да ладно, она так не скажет. Она у нас чурилась, мне кажется. Про самую очаровательную добрую скрипачку, чудом оказавшуюся в этой обители страха. Про лесу. Про лесу. Ой, точнее, про говорящих животных, что живут в лесу и помогают заблудившимся детям вернуться домой. О, как. А потом они... Да он на ходу придумывает или реально у него такой комикс будет? Они пляшут в ночи. А, на ходу придумал. Ого. Как интересно. Сам придумал? Да. Я опустил глаза. Вдохновился, глядя в окно. Так, пока, если что, будет превьюшечка у нас? Шаги какие-то. Мы спустились на первый этаж. Нам сейчас все до дома проводят, да? Я отводил... Отворил перед Полиной дверь. Папа говорил, как важно быть джентльменом. Значит, творческая личность. Я догадывалась, что ты не такой, как все. Особенный. Блин, какая тут красивая рисовка. Посмотрите, просто шик в ней. Шутишь? Я... Я самый обыкновенный. Это Семен обыкновенный. В смысле, обычный придурок. А в тебе живет мечта добрая и чистая. Семен, если что, это тот толстый чел. Что-то чахнуло в ног, перерывая Полину, когда мы пересекали школьный двор. Ай! Не бойся, это Жулька. А, это самая собака. Я встал на одно колено, почесал за ухо гавкающую собачонку. Она бешено виляла хвостом, будто это был пропеллер. Я оглядел пришкольный участок, ожидаю видеть Алису. Но девочки-лисы не было ни во дворе, ни на дороге. Брось ее! Ты что, она же дикая! Клещи еще подцепишь. Что-то она не особо любит собак, да? Нет, у нее хозяйка есть. Вроде. Полина поднесла к рту платок с неприязнью, наблюдая за веселящейся птиной. А у тебя никакой еды не завалялось? Кажется, что-то осталось. Покормим и пойдем, ладно? Она вынула из портфеля бутерброд, швырнула Жульки. Собачонка накинулась на лакомство. Отбросила носом хлеб и принялась за докторскую колбасу. Оттипикал собака. Какая привереда! Ешь все, давай! Полина дернула меня за рукав, поторопливая. Ты чего? А при этом был сме... Че с ней? Че? Скрипачка буквально выволокла меня за калитку. Прыская в кулак. Че крыская. А, короче, она типа подальше от собаки. Я повернулся. Покинутая Жулька провожала нас обиженным взглядом. Такая одинокая на фоне школы. Вон она сидит, собачечка бедная. Тут Полина перестала смеяться. Шла рядом, отстраненная с пустым взглядом. Что с ней? Нечего паразитов плодить. Замечание вышло достаточно резким. Разве дворняжка виновата, что живет на улице? Они потом на людей кидаются. Прошлой зимой такая стая чуть дедушку не загрызла. Какой кошмар. А, ну теперь понятно, почему она так относится потом. Ему с тех пор не здоровится. Его парализовало. Прикол. Я с ужасом вспомнил стаи диких собак, преследующие меня накануне. Ну блин, а че? По-себе нам эта маленькая собачка? Ну типа, делайте что-то с этим. Ну, обращайтесь к городской власти. Типа, почему? Че, собаку теперь не кормить? Пусть собирают в питомники, возят их. Ничего. Полина вновь пленительная. Заулыбалась, прикрыв глаза. Главное, что мы друг друга поняли. После слов я и думать забыл про жульку. Около ограды третьеклашки перебрасывали стишками и напевали звонко. Та, два, три, числа. Сова. Оля. Пыкнул образ сестры, скучавшую окна, высматривающей меня в сумерках. Я пообещал себе, что не задержусь. Провожу Полину и сразу домой. А что это за песенку малые поют? Уже второй раз за день ее слышу. Мы шли по главной улице. Где-то рядом бурчал, разгребая за нос и трактор. В пепельном небе парили вороны. Целая стая черных птиц рыскала над нами, напоминая жуткие кресты, сорвавшиеся с могил. Про сову? Да, про сову. Это считалочка местная. Мне ее в детстве дедушка напевал. Он интересуется историей края. Много знает про наш фольклор. И что там за считалочка такая? Слушай. Она пошла спиной вперед, смотря на меня и заодно улыбаясь. Раз, два, прилети сова. Три, четыре, пять, время поиграть. Шесть да шесть, дыбом волчья шерсть. Семь, восемь, бьем копытом озимь. Для медведя, для лисы, зайчик кушать принеси. Ну, крипово как бы. Для детской считалочки, не? Я подумал, что одну лису встретил сегодня утром. Хорошо, что не волка и не медведи. Но любая спутница и странно смелее вслух сказал совсем другое. У тебя красивый голос. Полина кокетливо поправила челку. Спасибо. И что же, это конец считалочки? Принес им заяц покушать или нет? Пойди, узнай. Спросить не у кого. Считалочка очень старая. Древняя даже. С ней легенда одна связана. И если тебе интересно. Рассказывай, что таишь. Конечно. Тут в тайге раньше племена жили разные. Дедушка говорит, у них была такая инице... Исцениация. Короче, такой ситуация, когда мальчику наступала пора становиться мужчиной. Я наострил уши. И темне скоро они за горами превращаться. Юношу отводили в лес. И он должен был три ночи провести там, охотясь. По легенде, один такой юноша ушел в тайгу и пропал. Ну, а что, у вас не так было? Меня так же, короче. Сразу как мне стукнуло 16, я пошел в лес на три дня. У вас не так было? Я представил долгие ночевки среди сосен и медвежий берлог. Норм фейс у шамана, не? Снова и снова. Раз, два, прилети, сова. Будто ему в тайге нашептали. А к рассвету он умер. Только вот шаман сказал, что он и так был мертв. Что он мертвым из лесу пришел и мертвыми губами шептал считалочку. Я опешил. Это точно не ужастик. Фольклор бывает пострашнее всякого кино, уж поверь. Дедушка говорит, что племя то собралось спешно и ушло на юг. Они были смелыми. Если жили здесь. Полина пнула сугроб с сапожком. Смелыми и глупыми. Неужели надо мертвецу явиться из лесу, чтобы до людей дошло? Дошло что? Что не надо отправить на три дня туда? Что нужно уезжать отсюда? Ага. Есть целый мир. А есть наш поселок. Мир. Она широко развела руки. Поселок. Она показала что-то миллиметровое двумя пальцами. Я часто представляю большие города. Могу часами рассматривать глобус. Или журналы вокруг света из библиотеки. Какие же там прекрасные названия. Только послушай. Рейкявик. Тель-Авив. Это же чистейшая музыка, а не слова. Она закружилась, мечтательно зажмурившись. Впереди вздымался лес, соприкасаясь с низкими облаками. Дорога провалилась в полутьму между сосен. Собачатиной. Мы рассмеялись, беспечным, веселым весельем и знали тревогу. Какой собачатиной? Алло. Антон, ты что? Бобо? Если ему, конечно, доверят пирожки. Наверное, ты права. Он их в один присест слопает. Я так и думала, что вдвоем в лесу не страшно. Она тоже первый день в школе? Да вряд ли. Я поглядел по сторонам. Снег пускал искры. Отражая последние солнечные лучи. При мысли, что мы тут одни, пульс участился. Да, ты была права. Почему она опять грустная? Чего такое? Полина поспешила по пропсеке. Не отставай! Никогда в жизни! Ты знаешь, ты так изъясняешься, как персонаж с приключенческой книжки. Комплимент это или насмешка? Не хотелось искать подвох. Только не во время такой чудесной прогулки. Ну да, я люблю книги. Ого, читающий мужчина! Звучит интригующе. Мужчина? Серьезно? Он еще три дня в лесу не был. Какой он мужчина? Я засмучался и покраснел. Но тысячу раз поблагодарил судьбу за то, что брожу теперь с Полиной по лесу. Девочка внезапно замолчала и задумчиво смотрелась в чернеющей дебри. Словно в ожидании чего-то. И мне становилось неспокойно. А затем она спросила холодно. Ты был там? Где? Где? В чаще? Полина засмеялась, разрушив мои переживания. Да нет! В большом мире! В городах с музыкальными названиями! А разве Москва музыкальное название? Больше похоже на кваканье лягушки. Москва. Москва. Серьезно? Полина замерла, недоверчиво смотрела меня. Ты был... Ты был в Москве? Ооо! В Москве? Охренеть! Ну да. В детстве. А я сейчас тут. Глаза Полины заискрились. И какая она? Да норм. Ну, красивая. Шумная. А чем проблема? Подрастешь, поедешь в Москву? Какая разница? Поедешь там каким-нибудь... Не знаю, кем. Каким-нибудь менеджером офиса. И будешь сидеть всю жизнь там, кайфовать. Зарабатывать 150 к в месяц. Неоновая. Неоновая. Она словно смаковала это слово. Вот я, например, после школы сразу поехал в большой город. Ну, я сам с маленького города. Сразу поехал в большой город учиться. И что, никто меня не остановил. Так же самое и она поедет. Ничего страшного не случится, я считаю. Никто ее тут не держит, как бы. Родители всегда отпустят. Ну, как бы, у них выбора нет, потому что это твой выбор. А на Красной площади был? Конечно. Она такая... Выпуклая. И в ЦУМе был, и на ВДНХ. Мне больше всего метро понравилось. Там так пахнет. Блин, запах метро мне вообще не нравится, да, есть. Если кто был в метро, то понимают, какой там запах. Не знаю, почему он ему нравится, но мне вообще не нравится. Как? С землей, сыростью. Она бросилась ко мне и схватила за рука, пытливо выглядываясь. Не могу описать. Блин, с говном, сыростью как? А нарисовать? Нарисовать запах. Что, запах? Ха. Великие музыканты могут сыграть запах. Не может быть. Если бы я был великим музыкантом, я бы по уговору на своих выступлениях сыграл бы запах пердежа. Я дам тебе кассеты. Она снова загружилась под снежком. Я обязательно побываю в Москве. А главное в Вене. Вена моя мечта. Это же столица музыки. Моцарт, Бетховен, Штраус, филармонический оркестр, государственная опера. Я буду выступать, а ты рисовать. Все, у нее, короче, уже планы на нас. Она уже хочет с нами жестко. Восторг передался и мне. Хотела сделать что-то прямо сейчас, немедленно. А ты куда хочешь попасть? Я признался, вздохнув. В Диснейленд. И опять вспомнил звездный час. Оля, конечно, предпочитала зов джунглей, но мне по понедельникам было не оттащить от экрана. Разноцветные столы с цифрами на табличках. Обаятельный супанев у штурвала. А призы? Шоколадные яйца, видеотехника и самое будорожащее поездка в Диснейленд на победителя. Родители обещали свозить меня туда, в страну Микки Мауса. И поначалу я верил им. Возможно, поначалу они тоже верили. Теперь на вопрос о путешествии они лишь отмалчиваются. А меня разбирала смирительная обида. Три слова буквально рвались из горла. Вы же обещали. Полина словно угадала мои мысли. Добраться туда проще, чем нам кажется. Каждый лепит свою судьбу как хочет. Это правильно. Она набрала полные горсти снега. И вдруг, позабыв обо всем, заговорщички улыбнули... А давай снеговика лепить? Короче, улыбнулась. А давай. Давай. Когда вернусь домой, то обязательно слеплю снеговика для Оли. Вот она обрадуется. А пока... Мы уже скатывали первый ко вместе, причем в ключу. Ммм, романтик в превью. Полина смеялась. Правда, не такой страшный смех. Локоны падали на ее оживленное лицо. И она так очаровательно сдувала их. Первый готов. Нихуя себе. Вот и таком. Чего у тебя такой маленький шар, Антон? А второй? Максимум голова снеговичка. Нихуя себе. Больше надо. Не ленись. Я забыл, когда последний раз так веселился. Полина вытерла рукавичкой залившие губы. Ты мечтал когда-нибудь очутиться на другой планете? Она какая-то повернутая на всяких этих путешествиях, как будто, не знаю. Но это нормально для человека, ну, блядь. Хотя, в принципе, чё, блядь, нормально. Что-то такое промелькнуло в ее взгляде. Я не смог разгадать. И даже в другой вселенной. Полина будто бы облегченно вздохнула. Тогда ты понимаешь меня. Падони скользили по кому, сглаживая шероховатости. Почти идеально белый шар вырос посреди поляны. За ним появился второй. Мы взяли его с двух сторон и водрузили на основание. Наконец, Полина помогла третьему шару оседлать предыдущее. Ставить голову на место? Мой конек. У тебя морковка случайно не завалялась? Завалялась. Увы. Штанах. На этой опушке не было ни страха, ни тревоги. Осмелев, я побежал к чаще наломать веток. Дернул за переплетенное... Переплетение бурелома, как вдруг голос Полины вытащил меня из забытия. Антон! Что случилось? Там кто-то есть. Я повернулся растерянный. Чё? Опять скримеры? Только не сейчас, я расслабился только. Полина смотрела на меня. Нет, на то, что за моей спиной, блядь. Смотрела и хмурилась. От былого веселья не осталось и следа. Полин. Полин. Она медленно подтянула руку, указывая на... подступающую тьму за деревьями. Впереди кто-то стоит. Темная сгорбленная фигура. Видишь? Чего? И ручищами сосну гладит. Обернувшись, я проследил за её пальцем. В сухом малиннике было пусто. Там никого нет. Я уже начал, короче, это тревожиться. Оно спряталось. Куда? За деревом. У меня просто руки опять потные. Стало вдруг душно. Я непроизвольно оттянул воротник. Желудок свело от спазма. Блин, вот они умеют держать напряжение, даже как в аутласте. У меня такие чувства, как будто я в аутласте играю. У меня руки потные. Неуверенно улыбнувшись, я поинтересовался с надеждой. Это что, шутка? Полина словно анимела. Она без отрывов глядывалась в бездну леса. Проверка на храбрость. Решил я и зашагал к черному, лоснящемуся стволу. Тогда взгляд Полины подталкивал сзади. Что-то, что есть сил, я пытался храбриться, но внутренний голос призывал замереть. Сжаться комочком. Да хоть прикинуться дохлым, но не идти туда в сгущающуюся тьму. Лесные сумерки плавали вокруг, сужали кольцо. А пушка была колодцем. В чью горловину с трудом пробивались солнечные лучи. Я слышал, как воздух звенит. Или звенело в моих ушах. Шаг. Второй. Я прикусил губы, чтобы в случае чего не завопить. За сосной никого не было. Я выдохнул. И опять повернулся к Полине. Полина, здесь никого. Тихо. Ну, здорово, Антошка. А, это жирный, что ли? Я тебя вообще не боюсь, дурак. Из вечной темноты за соснами. Как дикари из пещер вышли ухмыляющийся Семен и его гогочащая шайка. Опачки, какая встреча. Очкарик в зубе, царик на. Ха-ха-ха. Че с зубами, пацан? Полина олькнула, когда подонки отвернули ее подальше от меня. Словно хищная стая. Они окружали меня, вынуждая пятиться. Нога грузного Семена протаранила брюхо снеговика. Комни разорвались, стали бесформенной кучей, из которой печально торчала сломанная ветка. Полина обиженно окнула. К ней ошпарил меня кипятком. В нос шибанул запах пота и табака. Во рту стало кисло, словно я лизал батарейку. Зачем ты лизал батарейку? Какая на вкус батарейки? Кто лизал батарейку плюс чат? Это важный вопрос. Полин, не бойся. Я вздрогнул, когда услышал свой голос. Он был неестественным, свирепым и пугающим. Полинка, ты че боец? Лучше за себя беспокойся. The North Fake Дорвяк сплюнул сквозь щель в зубах и резно толкнул меня, что я впечатался спиной в дерево. Но как? Страшно, мудилы. Вообще нет. Позади рождался сердитый возглас Полины. Я вообще думал, там типа какие-то монстры будут, а этот жирный, че? Жирный, беззубый и какой-то гопник, типа че мне их бояться. Лучше бы Полины здесь не было. Лучше бы она не видела этого позора. Глядите-ка, пацаны. А че позор? Типа три на одного. Че тут позорного, Гайз? Типа, ну че это такое? Это нормально еще? Девчонка за него заступается. Ага, Феклона. Ты, сука, приезжая, не на того руку поднял. Че у него за блатные кольца? Симеон уже двинулся на меня, замахнувшись. Внезапно другой хулиган в спортивных штанах оглушительно свистнул, и здоровяк покорно опустил занесенную руку. Это было неожиданно. Главный в банде оказался не Бабурин? На деле все слушались этого похожего на хищного зверька-парнишку с крепкими и острыми зубами. Быть не стали. Бить не стали. Видимо, собрались для начала поглумиться на глазах у девочки. Проклятье. Я только сейчас заметил рядом с собой дрожащую от холода жульку, на шерсти которой налипли комки снега. Видать, бежала от самой школы и нашла нас по запаху. Хулиган присел на корточке и жестом поманил собаку. Ой, ты батюшки. Бля, если ты собаку тронешь, я ее сломаю, я тебя сейчас вырублю. Ну так вот просто. Ко мне, сучка блохастая. Остальные мерзко захихикали. Собака, навострив уши, облизнулась и стала осторожно приближаться. Иди сюда. Иди, иди, и дам кое-чего. Ах ты пи... Сдюк. Не успела собака принюхаться, как живодер схватил ее за ухо и с размаху пнул под хвост так, что она полетела, скуляв в ближайший сугроб. Ненавижу живодеров. Твари просто. Вся банда взорвалась смехом, а у меня сердце обледенело. Даже птицы, сидевшие на ветках, отозвались испуганным граем. Мельком я заметил кое-что странное. Полина с трудом сдерживала улыбку. Не жили она настолько не любила собак, что садистский поступок то, с чего развеселил ее? Встретившись со мной взглядом, Полина сменила торжественную хмылку на озабоченную гримасу. Блин, она подставная, гайз. Она вообще какая-то, ну... Почему она не убегает? И будто кто-то прошел... Прошел на периферии зрения в обманчивых сумерках спящего леса. Или просто кусты на ветру шевельнули за едивельным шипом веток. Робка! Она ж больше срать не сможет! О, весело! Давай теперь я! Второй раз, ебану, минус на минус да сплюсь! Но дворняга уже и след простыл. Чего ты, баран? Втолкуй его на очкарику, где его место. Только так, чтобы он понял. Ага! Да ним кофяк на! Этот очкарик тебе при всем классе всек! Да без бэ! Семен демонстративно поднес к моему лицу весь стык кольцо, печатку с каким-то геометрическим символом. Ща, порошник, я тебе этой печаткой так заряжу! Клейма на всю жизнь останется! Ничего не останется. И куда подевалась моя потаенная сила и храбрость? Стой! Я просипел стой, а голова мотнулась, врезавшись в кулак Семена. Красные искры брызнулись в глаз. Сейчас меня забьют толпой. Рома! Пусть они прекратят! Прости, но пацанам надо по-мужски побазарить. А тебе в сторонке постоять. Семен грубо отлогнул меня навстречу подонку с раскосыми глазами и тот поставил подножку. Я упал на острую корку льда и толстяк тут же наступил на мою руку, не давая подняться. Из горла вырвался болезненный стон. Слыхали, как заныл? А ты случи мне, педик. Осуждаю. От злости и обиды я начал задыхаться. Больно расстало. Ухо пульсировало и пекло. Точно его отрезали, а поверх пришили комп крапивы. Че молчишь, Антошка? Ну вы-то, конечно, мудаки, Трина, одного. Че мне говорить-то? Отвечай ты, педик. Тут я почувствовал чистую, незамутненную ярость, концентрат моей злобы. Как чернила спрута. Как чернила спрута. Она всплывала из глубин сознания, заполоняя все мои мысли. Глори! Знаете, что мой... мой отец тотопедик? Семен загоготал. Это стало последней каплей. Страх и злость сцепились внутри меня, словно бешеные собаки. Он и кидо занимался. Поняли? Он еще воевал. Таких, как вы, с закрытыми глазами убивает. Я только слово скажу, он... Ромка поднял руку, остановив поток лжи, и сделал пару шагов вперед. Семен медленно отступил, дав мне возможность встать. Сосны качались с молчаливыми стражами. Неужели поверил? Или его смутило мое перекошенное от ярости лицо? Воевал, говоришь? Мой батя тоже воевал. В Афгане. А твой... И мой. Да, и в каких войсках, интересно? Не замялся. Страх цепился в глотку. Глотку злости. И пустил ей в кровь. Да он фуфло гонит, Ромка. Бля, буду на. Думал меня так просто развести? Я тебя, сучонка, насквозь вижу. На лице Ромки появилась гадкая улыбка. Ничего хорошего это не предвещало. Ты сам себе приговор подписал. В школе тебя училка спасла. Ну а теперь все! Хана тебе! Во-во! Давай, Антошка! Молись, чтобы твой труп по весне нашли бы. Сидел бы ниже травы, был бы целочкой. Жирного стукнул, одно дело. Но про Афган пиздеть, где мой батя под пулями. Долг интернациональный. В дождь и моргу, блядь. Сёма, ушатай-ка его! Хулиганы вновь сомкнули кольцо, и я оказался напротив Семёна. Кровь стучала в висках. Ну, Ромочка, ну хватит! Ты уже всё доказал! Дай нам уйти! Ты иди, иди! А мы пока мусор приберём. Меня зацепило даже не это оскорбление, а ласковая Ромочка из уст Полины. Уроды оттесняли девочку к соснам. Ветки качались, как будто что-то шептали, обнадёживали. Стиснув зубы и борясь с мыслью, что выгляжу глупо, я встал в боксёрскую стойку, которую частенько видел в кино. Хера ты, Майк Тайсона! Это была моя первая драка. Запомнила всю жизнь, если, конечно, не сдохну сейчас. Краем глаза я заметил, что тьма вокруг нас снова зашевелилась, будто в ней кто-то ходил туда-сюда. Я почувствовал клешни Ромы, схватившиеся за портфель. Монатки, Антошка! Махаться мешает! Я был уперся, не желая подчиняться мерзавцу, но он ловким движением выудил из-за пазухи нож бабочку и демонстративно крутнул, подставив острёк моему горлу. Слышь, Фрей, расслабься, а то больно будет. Вместо слов я выдохнул клуб пара. Ромка же дёрнул за всех сил и рюкзак перекочевал к нему. Полина визгнула. Ромка подмигнул ей, мол, без паники. Вальяжный и спокойный. Спортивно скалясь, он заглянул внутрь. Ты от нас что-то скрываешь, да? У меня в школе какая-то крыса сменку подрезала. Ща поглядим, может это был... Опачки! Ромка многозначительно ухмыльнулся. Чё? Так-так, а что это у нас здесь? Учебники и тетради полетели на снег. Хулиган держал в одной руке портфель, а в другой что-то странное, напоминающее... Маска зайца. Откуда она у неё? Он поднял её высоко, словно показывал кому-то, кроме нас, кому-то в кронах, в сумерках, за деревьями. Старая маска зайца. Длинные потрёпанные уши, едва заметно нарисованный нос и усы, облезлый мех на щеках. Откуда ей было взяться? Подсобил кто? Семён хохотнул. Громко наблюдал за этой сценой, ехидно улыбаясь. Таких конченых не видели. А знаешь что? Надевай. Зачем? Надевай, говорю. Попрыгаешь перед нами, зайчик. Давай, давай! Или без останов, домой пойдёшь на. Только не при Полине. Надену. Сёма, надень-ка на него. Бяша услужливо подскочил к приятелю, взяв облудпленную маску, отвесил шутовской поклон. Затем передал её Семёну, уже притворившему, уже потиравшему руки в нетерпении. Я оглянулся на сосны. Словно ждал помощи. Ждал, что тени, ползущие вокруг нас, жалятся и займут мою сторону. Ветви напоминали изломанные под страшными углами руки. Блин, а сколько я уже спешу? Нихера себе, я уже 40 минут пишу, Гайс. Почерневшая кора была, обварившаяся кожей, а тьма гарью. Не убегу. Не успею. Догонят. И тогда... Нет, никуда не побегу, я не брошу Полину. Только учти, Сёма. Если он скакать не станет, ты сам за него поскачешь. Этот чмошник и не станет? Да поглядя на него, он же дурик конченый. Этот дурик тебе уже раз в жбан зарядил. Ромка прав! Давай, толстый! Восстанавливай авторитетно! Или сам у нас запрыгаешь, так что тетяндра отцепится! Значит, он и правда боится Ромку. Семён выругался под нос, злобно зыркнул на меня, затем на Полину. Вот. Это чтобы маска хорошо налезла. Он смачно харкнул в заячью морду и поднёс маску к моему лицу. Лёв был похож на раздавленного паука. Ромка как-то по-звериному дёрнулся, скривился, хотел что-то сказать Семёну, но промолчал. Полина в ужасе закрыла глаза, закрыла лицо ладонями. Сёма тёрся рядом, омерзительно скались и опаляя меня вонью из пасти. Надевай, бара! А ты урою! Маска словно бы стала ещё отвратительнее, злее, но вопреки всему, казалось, она могла подарить спасение. Стать второй кожей, только примерь, только коснись лицом её твёрдой бугристой поверхности и мех засеребриться, уши затрепещут живыми мышцами. Какой бугристой поверхности там, блять, смарч? Стоит надеть её, и Семён с компанией... Стоит надеть её, и Семёна с компанией не станет навсегда. Да какой? С харчком? Пошёл ты в очко! Почему-то Ромкина недовольство Семёном меня расхрабрило. Что-то у них было не так в банде. Старые разногласия. Мне бы расковырять эту рану. Знаешь что, Семён? Собственный голос, ровный и твёрдый, удивил меня. Я сделал шаг вперёд и тихо, спокойно отчеканил. Иди нахуй! Мир словно поставил на... поставили на паузу, а через секунду разморозили. Зрачки Семёна расширились. Маска выпала из мясистых рук. Он некоторое время отступлённо... переваривал услышанное, будто тушился решить в уме сложное уравнение. И, судя по пульсирующим на лбу Вене, ответ приводил его в бешенство. Остальные молча наблюдали за нами, предвкушая скорую расправу. Я заметил, как выглядывает от ужаса лицо Полины. Ты... Ты... Ты троп! Жирный бежит. Летит. Летит комета. Семёна летел коршуном, вцепился мне в лицо с крюченными пальцами, обгрызанными ногтями. Я пнул куда-то... Я пнул куда-то в слой жира под дублёнкой. Да! Всыпь ему! Смотрите. Максимальная поддержка. И мир лишился чёткости. Расплылись контуры чёрных деревьев. Затуманились лица одноклассников. Мои очки! Что? Ничего не видишь без очков, мудила? Он возделал к небу руку с моими очками, так что я не мог до них дотянуться. Отдай! Сейчас же вер... Мудак. Меня прерывал свинцовый кулак с заострённой опечаткой, который с хрустом врезался мне в бровь, опрокинув на промёрзшую землю. Хоровод смазанных лиц, давящихся отвратительным смехом, развился надо мной, доводил до тошноты. И только я успел опометиться, как расплывающаяся фигура стала стремительно приближаться, но вместо очередного удара протянуло мне руку. В надежде, что это Полина, я охватился за неё, как за соломинку, и тут же понял, как я ошибся. Хочувствовал укол, сорванных сухих мозолей на ладошке. Это был Ромка, он помог не встать на ноги. Да ты ничего не видишь. Волох звучал сочувственно, что смутило меня. Я прищурился, ища в тумане Полину. Она собирала мои вещи в рюкзак, распихивала тетрадки. А слышишь, хорошо? А? Он склонился ко мне вплотную и спросил, уже без напускного дружелюбия. Слышишь, ты хорошо, Антошка? Да. Я задача наморгнул. Ну так слушай внимательно. Он отряхнул мою куртку. Куртку отряхнул мою. А потом ударил скулу со всего размаха. Класс, спасибо. Челюсть моя щелкнула. Попадись между зубов язык, я бы не только видел плохо, но из неяснялся бы хуже Бяши. Меня занесло. Мир в очередной раз крутился елой, но Ромка подержал за локоть, не давая упасть. Где-то далеко вскликнула Полина. Антошка! Бяша скреб ее в охапку, не давая подбежать ко мне. Это тебе аванс. Еще раз увижу тебя с Полинкой, хотя бы в метре от нее пеняй на себя. Ты понял, а? Да. Чисто, чтобы закрепить. Кулак прилетел в мой висок. Мир опрокинулся. Казалось, я падаю в небо света разложившегося мяса. Я схватился за корни, чтобы не кувыркнуться вверх. Сознание с дутым шариком болталось на поверхности пучины и тонуло. Скользило ко дну. Я попытался привстать. Размытая фигура Полины отмахивалась, но две другие взяли ее под руки и уводили прочь. Мы домой тебя проводим не бойся. Мало ли, какие психи по лесу шастают. Атоша, пускай отдохнет. Полина! Ботинокромки прилетел бы мне в лоб. Да ты охуел, конченый, мудила. Рука подломилась, затылок стукнулся о лед, зрачки безвольно закатались, закатились. Тьма выпрыгнула, замерла и слопала меня. А если бы я одел маску, интересно, типа, я бы дал им пизды, типа, у меня какие-то сверхсилы бы появились. Короче, guys, на этом мы заканчиваем. Я почему-то оказался дома. Удивительно. На этом мы заканчиваем эту серию. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.